ма произносить лада богиня лада мантру или минтру ладо и согласие можно просто слово согласие или просто согласие ладо и согласие для согласия ладо рцем то есть целом мантра будет звучать следующим образом ма лади минтру согласие рцем то есть это та мантра которая в душе может вызвать ладо согласие и это очень простые инструменты я не знаю как мне донести до большого количества людей потому что столько ереси столько по-русски говоря брехни у нас сейчас присутствует социуме относительно мандр и мне всегда ну как-то грустно становится я человек который не сожалеет особо ни о чем я понимаю что всему свое время но мне бы хотелось чтобы это знание стало достоянием что не про понимаете вот мы должны знать кому мы обращаемся какой частички мироздания куда пойдет этот потенциал в этом канале что мы обретем в этом потенциале не просто про жемчужину сияющую в цветке до условно а именно что какую функцию новую мы обретем когда мы будем эту мантру проговаривать и вот мы можем например любое тело наделять любую оболочку свою наделять новыми функциями например наш дух да мы можем наделять мудростью чтобы наш дух который прожил определенное количество времени обретал не просто связь с мирозданием какую-то а насыщался новым потенциалом вот если я хочу напитать свой дух мудростью то я буду говорить следующее я буду говорить по вею мантру элементру мудрость сердце простая мантра и мы можем любую функцию в свой дух пригласить любую функцию из тех перечисленных пригласить свою душу эфирное астральное ментальное тело то есть это все то что у нас есть достояние что же такое ментра мы с вами разобрали а что такое маха ментра ну или маха мантра да я еще встречала в разных источниках потому что слово мантра оно так скажем настолько глубоко вошло в обиход что его попробую выкрыть из наших мозгов если что-то устоялось особенно вы если оно пришло из индуистских источников так это просто практически невозможно изменить проще уж просто так ну лишь бы что-то люди знали это хорошо но я приведу пример вот у нас сейчас и говорят чакры но там буквы перестали на местами самое правильное название у наших предков это чарка вы помните что такое чарка это такой ковшик с красивой ручкой то есть зачерпывать вот осталось такое черпать да правильно глагол черпать или черпа так вот чакра это неправильное слово но попробуй сейчас скажи чарка вот никто не поймет что я вообще говорю то есть очень много слов сейчас в которых поменены буквы но и приходится объясняться с народом на понятном языке потому что если я уж тут совсем начну правду мать гнуть конечно меня никто не поймет ну так вот значит если мы хотим преобразить какое-то наше тело мы естественным образом будем формировать так предложение так мантру или правильно мир чтобы это стало наше достояние вот смотрите как обычно произносится сейчас современно мантры то есть человек садится удобно закрывает глазки включать медитативную музыку и начинает тихонечко нараспев это все произносить так вот если мы будем это все произносить нараспев с учетом тавтологии то мы сможем действительно на уровне канала объединиться с этими началами энерго информационными и на уровне белков преобразится что такое тавтологии это когда мы произносим одну и ту же фразу несколько раз то есть можно одну и ту же мантру до произносить 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 как минимум 12 раз почему 12 потому что у нас 10 личный счет но у нас есть еще сакральный 12 личный счет я конечно глубоко сейчас в эту тему лезть не буду но в целом скажу что в нашей земной традиции число 12 также является наисокральнейшим числом так вот каждую из этих мантр мы можем проговаривать минимум 12 раз хорошо если мы будем проговаривать маха миндру или то что баха мантры маха это большая минтра это одно предложение так вот получается если мы каждую из этих мантр например для физического тела потом для эфирного для астрального для ментального для казуального для души для духа для божественного тела для девятого тела нашего языкового у которого слов да до которого я собственно еще не дошла слов да который остался у нас традиции он позволяет языковое наше тело тело отвечающие за дева нагаре расшевелить и срезонировать с ним то есть слогом да мы входим в резонанс с нашим божественным девятым телом так вот для того чтобы его преобразить напитать и задать новые какие-то результаты способности возможности мы можем работать через слог да так вот когда мы по каждому телу по 12 раз вот так проходимся это называется маха миндра но примерно это занимает если при медленном исполнении но где-то минут 10 если при быстром исполнении даже не пропивая это где-то минутки 3-4 то есть что дает маха миндра мы знаем что все в комплексе работает у нас сердце она не отдельно от организма работает почки также печень также мы единый организм так вот для того чтобы включить все энергии и в этих энергии в повышение частоту с не одно какое-то тело проработать и повысить ему чистоту а все тела проработать обратившись к ним правильной мантрой мы соответственно начинаем резонировать мироздание и вот эти вот мантры они позволяют все вибрации которые были по всем нашим энерготелам повысить теперь светимость что же собственно дает на тонком плане мы знаем что когда человек счастлив вот говорят и светишься счастьем это не просто какая-то аллегория это действительно факт и у нас есть русском языке ну вообще во всех славянских языках глаголы или обращение или обозначение чего-то горячего что сейчас мы не понимаем что это разные разные проявления светимости то есть например слово жар относится к физическому телу вот мы когда смотрим на угли которые на которых что-то может жариться да и мы видим этот жар и мы руками вот прям греем ручки когда холодно над этим жаром так вот слово жар это светимость нашего физического тела после произнесения соответственно мантры обращенной именно физическому телу если мы говорим слово гореть ну или слова нагар да или угар сейчас сохранилась но слова гар сейчас относит как вот задымлению но на самом деле тоже форма светимости которая соотносится с нашим эфирным телом если мы говорим о слове фар такого не осталось глагола так скажем но есть фары да или фараон то есть это светимость нашего астрального тела после того как мы поработали с ним мантры дальше у нас слово мар тоже не осталось но есть слово марева или мерцание так вот это светимость по нашему ментальному телу изменение нашего казуального тела его преображение после чтения мантры светится таким словом как лар вот такого слова тоже не осталось но есть люминесценция а вот так осталось частично но свечение казуального тела тела казуальной оболочки у кого-ка ну чаще всего тела потому что на основе всегда остается обнаруживается именно после произнесения мантры правильно дальше слово пар это сейчас ассоциируется с неким парением то есть с влагой но на самом деле слова пар это свечение которое организует наша душа знаете как душа парит вот почему именно до парит это же не то что она влагой там встречается как-то что она не покрывается каким-то влажным конденсатом нет она парит то есть она светится сейчас это синоним того что она летит над землей до условно но это не так то слово пар это свечение нашей души после работы с не с мантрами дальше слова чар тоже не осталось но нас осталось очарование чаровница например такое слово как лучи излучение или чиркнуть но частично где-то чуть-чуть это осталось но сам слой сам сам само слово чар это свечение нашего духа вот это слово когда ты очаровательна это когда человек поработал со своим духом с мантрами он начинает светиться и это называется свечение чар дальше у нас следующее свечение которое соответствует нашему божественную телу это свечение под названием сар такого слова вообще не осталось у нас слова ссориться есть нам все переначали слово ссориться сейчас носит отрицательный смысл есть еще слово сияние но чуть-чуть как-то схожи но у нас такого понятия вообще нас не осталось поскольку все божественное все самое высокое нам стирали первую очередь и есть такое слово как царь но на самом деле слова царь это свечение по нашему девятому телу языковому это штуку языковое тело это когда мы слышим понимаем и взаимодействуем с миром на любых языках это не говорит о том что мы говорим а говорим на уровне телепатии то что называется казани на самом самом деле для слова показывать далее слова сказать осталось то есть передача образа на самом деле это казани то есть на уровне передачи образом на уровне там взглядов на уровне температур на уровне мимики на уровне танцев это все языки так вот когда мы мироздание понимаем на уровне девятого тела и работаем с ним мантрами то она начинает светиться и вот это свечение называется царь но так это то что несколько раз сбивалась я надеюсь что хоть что-то людям стало понятно потому что мантра ментра это наипростейший инструмент для того чтобы преобразить наши тонкие тела и и соответственно физическое тело то есть мы можем взаимодействовать с нашими энергопотенциалами не просто там делать какое-то упражнение например растяжка она хорошо помогает аккумулировать и напитать наше эфирную оболочку эмоциональные все наши всплески да то что мы там обоняние включаем это все подпитывает наши эмоции душа и все что у нас есть духовно душевно это моральная этика моральные нравственные принципы которые соблюдаем и благодаря этому подпитывается наша душа то есть есть какие-то вещи которые мы действительно можем механически делать и соответственно напитывать наши оболочки тела но есть ключики это соответственно наши слога которые я перечисляла это ор от ом ом ка ма па ба да и соответственно функции и боги которые к нам с не сходят если мы соответственно их призываем через эти священные слоги но вот так а то что мы начинаем светиться после этого это великое чудо и на тонком плане действительно видно потому что когда мы обращаемся к нашей маме и обращаемся вот с придыханием с обожанием мама начинает светиться и мы в ответ светимся потому что она на нас смотрит и радуется мы их мы ее любимое дитятка и например слова папы или баба точно так же или деда да это же не просто так у нас осталось каждый раз когда мы произносим священный слог мы в этот момент именно этим телом начинаем взаимодействовать с тем или иным членом семьи но это не все мы можем взаимодействовать не просто с нашим телом мы можем задавать ему определенную эмоцию определенные возможности способности на уровне мандр ну вот так это то что я хотела вам сегодня рассказать хоть и с перерывами хоть и торможением хоть и щелками я надеюсь что те кто идет в автономию и еще пока не знают как потенциально изменять себя потому что любому телу можно задать ту эволюцию которую мы хотим и особенно это круто на автономии почему потому что когда мы произносим например слово крепкое здравие ну например там своей душе своему духу всему остальному то физическое наше тело тоже откликается это значит что эволюция автономов она будет еще быстрее идти я каждый раз прихожу к вам для того чтобы новые инструменты помогали на вашем пути сделать то что вы хотите то есть в этой системе показать всем что можно не потреблять не использовать все и вся а эволюционировать и быть счастливыми для них какое мнение алены по поводу маха мантры харирама харикри вот эта история но что тут скажешь